всем привет меня зовут константин и это другая сторона сегодня мы посмотрим жуткие видео с призраками которые были сняты на камеру если вы на этой неделе хотите еще одно видео то давайте наберем 1300 лайков под этим роликом за три дня и я сразу выложу новое видео ну что вы готовы тогда начинаем дорога в следующем видео которое было снято около 3 часов ночи водитель грузовика действительно испугался когда увидел нечто жуткое на дороге водитель съезжает на обочину и просматривает кадры которые снял видеорегистратор и вот что он увидел посмотрите аномалия похожая на призрака появляется на дороге прямо около грузовика сначала мужчина пытался убедить себя в том что это был обычный человек но просматривая кадры раз за разом он видел что фигура будто прозрачная да и откуда человек мог появиться посреди дороги в такое время в конце концов он приходит к выводу что это был реальный призрак а уже через несколько дней читая новости он впадает в шоковое состояние именно в том месте где мужчина видел призрака произошло дтп участники которого утверждали что видели женщину в белом к счастью никто не пострадал но теперь мужчина уверен в том что призрак появляется там по какой-то причине возможно он ищет жертв следующий ролик был снят в отеле который известен своей мрачной репутации наряду со слухами работники отеля пытались собрать доказательства существования здесь паранормальных сил однажды вечером когда один из сотрудников пошел за свежими полотенцами он столкнулся с чем-то поистине страшным а я а я и и а и и и а и и и и и и и и и Когда служащий отеля входит в комнату и идет за полотенцами, тележка, которую он толкал, начинает двигаться сама по себе. Но это было еще не все. Когда две достаточно мощные двери открываются одновременно, он убегает в поисках безопасного места. Действительно ли сотрудникам удалось заснять подлинную паранормальную активность? Или этому всему есть разумное объяснение? Как всегда, решать только вам. Исследователь Ян отправляется в гостиницу, которая имеет весьма печальную репутацию. Она построена в 1864 году, и легенда гласит, что здесь умирали люди друг за другом, начиная от естественных смертей и заканчивая жестокими. Кроме того, часто здесь также убивали простых посетителей. Спустя годы люди, которые приезжали сюда, рассказывали о необъяснимых движениях предметов и даже бродящих по коридорам фигурах. Ян, воодушевленный местными легендами, отправляется прямо туда, чтобы исследовать эту гостиницу. Только начав расследование, Ян услышал несколько стуков на кухне гостиницы, а уже через несколько мгновений произошло нечто действительно паранормальное. Не могли бы вы показать мне, о чем они говорят? Истории о происходящих странных вещах? Я бы хотел увидеть это своими глазами. Есть ли здесь кто-нибудь, кто мог бы сделать это для меня? Это напугало меня. Не могли бы вы повторить этот звук еще раз? О, боже мой! О, боже мой, только что кто-то что-то бросил. Что, черт возьми, это было? Ян решает установить стационарную камеру на кухне, чтобы понять, что реально здесь происходит. Осмотрите. Субтитры сделал DimaTorzok Камера на кухне снимает, кажется, некую аномалию. А уже спустя несколько секунд, какой-то предмет падает со стола на пол. Ян решил проверить свою удачу, установив Spirit Box. Он пытался понять, что за дух обитает здесь и какова его цель. Несмотря на предупреждение держаться подальше от подвала, любопытство Яна привело его прямо туда. Здесь довольно крутая лестница. Здесь есть кто-нибудь внизу? Хорошо, я буквально только что спустился сюда. Я уже слышу какие-то звуки. Боже мой. Чем глубже я забираюсь в этот подвал, тем сильнее мое беспокойство. Здесь есть кто-нибудь? Я только что услышал это прямо у себя над ухом. О боже. Мне это не понравилось. Спустя несколько минут исследования, мужской голос ответил твердо «да» на вопрос Яна, подтверждающий свое присутствие в подвале. Вскоре он столкнулся с тем, что даже его напугало. Хорошо, я хочу убраться отсюда. Я хочу убраться отсюда. Я не могу выйти сюда. Я больше не хочу здесь находиться. Я действительно схожу с ума. У меня дрожат ноги. О боже, да, просто идти к этому, просто идти к этому. Просто once. Просто once. Я просто покажу, что здесь никого нет, а потом уйду отсюда. Я оттуда. С меня хватит этого подвала. О боже, о боже. Хорошо. Смотрите, видите, вот видите, здесь никого нет. Сзади никого нет. Я встал. Я встал. Темная фигура, напоминающая силуэт человека, внезапно появляется в помещении и проходит мимо. Удивленный и напуганный Ян идет туда, чтобы найти это нечто. Однако звук падающего предмета выводит его из себя, и Ян бежит наверх. Что же было в этой гостинице на самом деле, мы никогда не узнаем, но можем хотя бы предположить. Подвал. Следующее видео снято в больнице в Неваде. Больница существует с начала 20 века. Она служила для американских племен, многие из которых скончались, даже не добравшись до нее, так как расстояние было прилично. Ютубер находился в больнице ночью и заснял события, которые все еще не может объяснить. В подвале, где хранились тела умерших, он увидел тень, быстро проходящую мимо по коридору. После того, как тень уходит, можно услышать, как закрывается дверь. Ютубер предполагает, что это может быть призрак человека, чья жизнь закончилась слишком рано прямо здесь. Он еще не выполнил свое предназначение и не может уйти в другой мир. В следующем видео женщина поделилась моментом, который назвала самым убедительным доказательством существования призраков. Женщина рассказала, что когда она пересматривала кадры с камеры видеонаблюдения, то заметила, что призрак, по ее мнению, снимал ошейник с ее собаки. Это жуткое видео убедило многих людей в том, что призраки действительно существуют. КОНЕЦ Вы можете видеть, как две ее собаки, обе в разных клетках, лают друг на друга, и они продолжают делать это без остановки. А через несколько секунд животные полностью затихают, и некоторое время стоят на стороже. Черная собака, которая находится в клетке справа, начинает скулить и внезапно пугается, когда ее ошейник снимается и падает. Это как раз то, что убедило ее владелицу в существовании призрака. С момента публикации, видео набрало более миллиона лайков и тысячи комментариев от людей, которые говорят, что это реальный призрак. А каково ваше мнение? Пишите в комментариях. Брод. Следующее видео было найдено на Reddit. Мужчина по имени Ларри стоит в небольшой пробке, а его автомобиль Тесла показывает вид сверху. Смотрите внимательно. Видно, что рядом с машиной находится человек на мотоцикле, но Ларри показывает, что по факту там никого нет. Ларри оглядывается вокруг, но не замечает абсолютно никого. Ни байкеров, ни велосипедистов рядом нет. Долго думая над этим событием, на следующий день Ларри возвращается на то же место и снова записывает видео. Теперь рядом с автомобилем никого нет. Ларри не понимает, что в тот раз ему удалось зафиксировать. А зрители, посмотрев видео, разошлись во мнение. Многие предположили, что это был простой программный сбой. Однако многие склоняются к тому, что это мог быть призрак мотоциклиста, который попал здесь в аварию и скончался. Следующее видео от Меган. Девушки, которая ловила рыбу со своим кузеном. Они были на отдыхе в Мексике и решили, как всегда, отправиться на рыбалку, несмотря на слухи о том, что в этом месте обитают странные подводные существа. В видео Меган на хорошо освещенном причале. Все идет своим чередом. Она забрасывает удочку и сначала это видео кажется весьма обычным. Но это не так. Всего лишь несколько мгновений после начала видео мы можем услышать приближающийся странный подводный стон. Судя по реакции девушки, шум ей не знаком. Комментаторы убеждены, что Меган получила доказательство существования мифического существа, известного как Сирена. По легенде, эти женщины заманивали проплывающих мимо мореплавателей своим дивным пением. И те никак не могли удержаться от соблазна причалить к берегу. Затем они их убивали, затягивая в глубины моря. Мистика везде, в каждом углу тени. Ужасы под кроватью, призраки в аллее. Контент морозит кровь, ты дрожишь. Другая сторона, страх это фетиш. Смерть сквозь темноту, юмора, искра. Мистический канал, историю костра. Подпишись, не бойся, уже пора. Наш телеграмм на все времена. Подпишись на телеграмм. Подпишись на телеграмм. Подпишись на телеграмм. Подпишись на телеграмм. Подпишись. Мужчина по имени Бобби уже появлялся у нас в подборках. Следующий ролик снят именно им. В доме у Бобби в течение последних двух лет происходят странные инциденты. Давайте посмотрим, что ему удалось заснять. Я продолжаю слышать странные звуки. Я не знаю, что это, черт возьми, такое. Это похоже на стук, скрип шагов. Это либо в моей комнате, либо в комнате Скай. Видите ли, говорю вам, я продолжаю слышать странные звуки. Мне кажется, они доносятся из моей комнаты. Снимаю. Съема, я держу это на стол. Потому что такие, как... Я не знаю, что это такое. Не знаю. Я не знаю, что это слово. Олжайшет. 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 Олжайш. Олжайшет. Что, чёрт возьми, это был за человек? Йоу Да пошло оно всё нахуй В этот раз я не собираюсь лезть туда Когда Бобби осматривает шкаф, он слышит звук шагов А уже через несколько мгновений раздаётся голос Кажется, маленького ребёнка В тот же день Бобби стал свидетелем ещё одного паранормального инцидента Бобби У нас аппарат просто открыл Мы пытаемся не спать электричества Бобби Я только что заметил это краем глаза Не могли бы вы сделать ещё один ход? Нет? Окей Перестаньте играть со мной Не могли бы вы сделать это ещё раз? Как только он выпил стакан воды, тот начал двигаться самостоятельно Падая прямо у него на глаза Будто кто-то или что-то, чего мы не видим, специально опрокинуло и его Мы начинаем снова Это её пианино Она только что дважды нажала на клавиши И это тоже происходит не в первый раз Это случилось, когда моя девочка тоже была здесь Но когда я здесь один, это всегда сводит с ума Или когда моя дочь спит Я же вам говорил Посмотрите, здесь есть пианино Не обращайте внимание на её комнату У неё так много чёртовых игрушек Мы должны убирать здесь каждый день Обычно это происходит один раз И каждый раз, когда я пытаюсь что-то записать Ничего не происходит, так что Не делай, так что это не случилось Но я почти все Я не LEFT У-у-у У-у У-у Ну, я буду Ну, я буду Я не знаю Я concлюлюсь, как я буду Сами я буду У-у В следующем видео в детской комнате кто-то будто нажимал на клавиши пианино, и это было еще не все. Сразу после этого инцидента игрушечный робот включился сам по себе. Бобби уже начинал привыкать к этим событиям и снимал ролики день за днем. Продолжение следует... Я не знаю... Огонь или голову или что-то продолжает двигаться... Но я не знаю... Звучит место с тобой, так... Может быть просто видеть... Скажите мне, что это дерьмо не двигается с места... В следующем видео обратите внимание на кукол, которые сидят в коридоре. Одна из них начинает шевелить рукой без видимой на то причины. Бобби наблюдает за этим инцидентом и продолжает снимать паранормальные события. Вам нужна помощь. Да? Что за имя? Что за имя? Помогу? Я же сказала... Это выкатили мяч? Субтитры сделал DimaTorzok В еще одном видео Бобби услышал чей-то голос прямо в комнате своей дочери. Нечто говорило «помоги». Бобби уже был уверен, что его уже не испугать, но он ошибался. На следующий день он показывал новый шкаф, который купил для своего дома. Обратите внимание на отражение справа. У нас есть шкафчик для кукол с привидениями. Мы купили его примерно за 30 баксов. Мне пришлось его почистить. Он очень пыльный, а потом оказалось, что куклы в него даже не поместятся. И это полный отстой. Это очень пыльный, что это такое красивое. У нас есть много места здесь, но, понимаешь, я не делаю это. Я не хочу шелдер. темную фигуру можно увидеть в отражении всего в нескольких сантиметрах от бобби силуэт стоял абсолютно неподвижно кажется просто наблюдает за мужчиной бобби убежден в том что дух проявляет все больше активности в его доме но он не намерен сижать и будет бороться до последнего странная активность следующем видео доминик ощущает странную активность в своей квартире с тех пор как переехал туда он часто слышит голоса и видит теневые фигуры однажды когда он вернулся домой из церкви то услышал громкие стуки и решил заснять все на камеру come on you just stop it do it again you fucker а 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 и а а а а а сего через несколько мгновений после начала видео мы слышим громкий стук он приближается к двери и бросает вызов духу постучать еще раз, но ничего не происходит. Через несколько секунд после того, как он открывает дверь шкафа, Доминик слышит громкий хлопок. Он находит разбитую рамку с фотографией в другой комнате, которая по какой-то причине упала. Доминик считает, что виной всему духи, которые находятся в его квартире. А вы ему верите? Следующее видео было выложено пользователем под названием «Призрак в больнице». Эта мексиканская больница известна своей жуткой атмосферой. Местные легенды гласят, что пациенты могут встретиться здесь с призраками из своих ночных кошмаров. А в палатах ночами слышны шаги и голоса. Посмотрите, что удалось снять мужчине. Продвигаясь по коридору, он замечает справа лицо кого-то или чего-то. Это нечто бледное и страшное, выглядывает и смотрит прямо на мужчину. Видео не лучшего качества, но большинство зрителей согласились с тем, что это могла быть призрачная сущность. Скептики, тем не менее, предположили, что видео отредактировано. В следующем видео медсестра работает в ночную смену в больнице в Далласе, штат Техас. Видео снято на определенном этаже этой больницы, где многие пациенты утверждают, что видели необъяснимые вещи. Ночью два медицинских работника убирают медицинский пункт, когда замечают нечто странное. Посмотрите и послушайте внимательно. Сначала можно не услышать, но если увеличить громкость, слышно, будто маленькая девочка напевает песню. В этой больнице было снято еще одно видео, в котором другая медсестра зафиксировала странный инцидент. Когда она идет по коридору больницы, можно услышать звуки, на которые медсестра обращает внимание. Она говорит, что рядом никого не было и не понимает, откуда они могли доноситься. Медицинский персонал больницы считает, что звуки, которые они слышат, принадлежат маленькой девочке, которая находилась в больнице несколько лет и скончалась прямо здесь. Теперь она не может покинуть это помещение, так как привязалась к нему. А вы как считаете? Ну что, друзья, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии и не забывайте нажать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео из мира мистики. Также обязательно подписывайтесь на наш телеграм-канал, там реально очень интересно. Ну и для тех, кто хочет поддержать канал финансово, все ссылки на донаты будут в описании. Ну что, свидимся в новом ролике. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok